Его концерты это всегда аншлаг. Билеты исчезли из сказ мгновенно в первые минуты продажи. Гениальный музыкант и дирижер Владимир Спиваков со своим знаменитым оркестром в Виртуозе Москвы вновь на сцене Нижегородской филармонии. В Нижнем он прилетел буквально за пару часов до концерта и улетит сразу после окончания. В таком гастрольном графике маэстро живет всегда. Наша съемочная группа поймала Владимира Спивакова за сценой, когда до концерта оставалось несколько минут. Каждый человек помнит свою первую любовь. Первый концерт наш состоялся здесь, тогда этот город назывался Горьким. Очень трогательно всегда здесь встречаться с нижегородской публикой. Пока мы живы, будем приезжать в Горький, Нижний Новгород, будем вас радовать. Все началось с великого Моцарта, звучит его дивертисмент. В переводе на русский это слово означает «развлечение». Каждый раз виртуозы Москвы привозят в Нижний Новгород что-то новое, а сегодня маленькое чудо. Так Владимир Спиваков представил Сашу Стычкину, пианистку из Москвы. Ей 12 лет. Я сегодня играю девятый концерт Моцарта. И очень приятно тут играть и с оркестром, и с дирижером, и в зале таком. Поэтому все должно быть хорошо. Саша Стычкина, победительница множества международных конкурсов, солирует с виртуозами Москвы уже не первый раз. Потрясающая девочка, взрослая совершенно игра, очень умная, очень культурная, очень красивая. Весь фестиваль Сахарова – это большой праздник для наших нижегородцев. И мне удалось уже попасть на второй концерт. На концертах виртуозов Москвы зрители всегда сидят и на сцене. Это обязательное условие, прописанное в райдере маэстро Спивакова. Посадить рядом с музыкантами столько народу, сколько уберется, если нет места в зале. Это бесплатные билеты для воспитанников музыкальных школ и их преподавателей, для пожилых людей, для ветеранов. Просто большое искусство, оно гораздо ближе, чем кажется. Владимир Спивакова с Нижним Новгородом связывают в частности дружеские отношения с Валерием Шанцуем. Он часто приезжает в наш город и замечает, что Нижний меняется с каждым годом. Я езжу по многим очень городам России и вижу много спящих городов. Не буду называть их, но это зависит от губернаторов. Губернатор спит и город спит. А здесь у вас все-таки чувствуется энергия большая, очень новые мосты, новые здания. Как-то здесь чувствуется, что человек заботится. 17 июня всех ценителей музыки ждет грандиозная программа «Закрытие Сахаровского фестиваля» на сцене Сергея Крылова в камерной ансамбле «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Ксения Дорина, Василий Низов, Объективно, ННТВ.